Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас с вами будет запеканка. Выглядит она просто потрясающе и очень вкусно. Я ее обожаю просто. Рецепт вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Ссылочка на рецепт будет внизу. Маленькие огурчики, редиска здесь. И сама непосредственно запеканка. Горячая, уй да, здесь прям пар. Как я это буду кушать? Вчера купила себе помаду. Зашла в магазин, сказала, что знаете, мне нужна супер-пупер стойкая помада, матовая. Мне продали одну помаду от нот, из какой-то линейки новой, с витамином Е. И что вы думаете? В одном из мукбанков я, короче, накрасилась этой помадой и никак не могла ее смыть. Я уже чем только не терла. Просто у меня весь рот сейчас красный. Просто замазала тоналкой, вроде как не видно. Да, она стойкая, она не смываемая, но когда ты захочешь ее смыть, это просто нереально. Особенно если по краям она осталась, вот например, да, по центру уже она съелась. Тогда вообще реально очень тяжело. Ребята, это очень вкусно. Это просто невероятно. Это что-то с чем-то. Кто не знает. Это цветная капуста. С соусом башемель. И еще сверху плавленый сыр. Просто настолько все горячее, что невозможно кушать. Я человек, который прям набрасывается на еду, как хищник, на какую-то зебру. Я просто тихо, спокойно кушаю сейчас. Обожаю вообще этот соус башемель. Он также используется при приготовлении жульена. Время уже 11 часов ночи. Самое время покушать. У меня появилась новая идея для съемки видео в инстаграме. Не знаю, понравится вам или нет. Сначала что-то меня все хейтили, что вот, ты танцевать не умеешь, не танцуй и так далее. Но последнее мое видео очень всем понравилось. Все писали хорошие отзывы. Есть у меня еще одна идея, но она, знаете, такая спорная. Я думаю, что 70 на 30. Может быть, она никому не понравится. Но попробовать стоит. Вот, честно, самый главный критик в моей жизни, это мой брат. И он говорит, что танцы в инстаграме вообще нормально. Ему все нравится. Вот так он очень часто, например, меня ругает. Вот мне в комментариях писали, вот, я когда вилку беру, у меня вот так вот палец, да. Там в комментариях мне писали, что, блин, раздражает, Айка, зачем ты вот этот вот палец вот так вот держишь. Мне брат писал, что меня тоже раздражает, реально. Следи там за своим пальцем. Разберись с ним как-нибудь. Ну, это у меня привычка, да, вот просто я всегда привыкла вот так вот. Но теперь я приучила себя. После слов моего брата я приучила себя. Как же нежно, господи. Затраты небольшие, но, например, на жульен очень много продуктов уходит и очень дорогих. Получается, блюдо затратное. А вот это вот и вкусно, и очень дешево. Посмотрите, просто. Это просто волшебно. Просто горячие, поэтому я не могу. Также мне в комментариях девочка просила рассказать про курорты вообще Азербайджана, как вообще относятся здесь к русским. Но я почему заметила ее комментарии. Много кто лайкнул, значит, многим интересна эта тема. Я решила рассказать об этом. Я могу сказать так. В Азербайджане очень много русских и даже коренных русских. У меня есть одноклассник. Также мы в универе с ним вместе учились. Его зовут Витя. И он русский. У него есть родственники в Москве. И у него есть возможность сюда переехать. Но он не хочет, ему нравится здесь. Такой шустрый парень. В очень хорошем месте работает. У него там свой бизнес и такое. Короче, вообще парень молодец. И сказать, что кто-то как-то к нему плохо когда-то относился. Никогда. Вот никогда. Вот нацизма здесь. Что, что? Вот нацизма нету. Здесь людям пофиг, мне кажется, какой-то национальности. Самое главное, чтобы ты был хорошим человеком. Я не знаю. Не могу судить про все отрасли. Я не знаю про всех людей. Но то, что я своими глазами видела. Это знаете, на что похоже? Мне всегда говорили. Я не буду говорить, кто именно. Потому что люди, которые мне это говорили, они смотрят мои видео. Я когда в универе училась. Нет, даже я когда в школе училась, мне все говорили. Знаешь, в Азербайджане везде коррупция. Я говорю, я что-то не замечаю эту коррупцию. Мы даже учились в школе. Мы даже не платили никаких, ну как сказать, коммунальных. Например, за уборку класса. За охранника. Ничего с нас не собирали. Представляете? Вот я училась в школе. Ну там учителям можно было дать на лапу, чтобы... Господи. Чтобы какие-то предметы тебе ставили хорошие оценки. Но это по желанию. Можно дать, можно нет. Вот я училась в школе. Мне все вокруг говорили. Ты просто не видела настоящий азербайджан. Ты учишься в школе, ходишь в школу, возвращаешься домой. Вот поступишь ты в университет. Тогда ты поймешь, что такое коррупция. И что? Я поступила. Все было честно. Кто хорошо учился, тот поступил. Кто плохо учился, не поступил. Кто учился средненько, поступили на платное. Сказать, что кто-то был круглым двоечником и поступил, такого не было. Там были, знаете, парни, которые вроде как не занимались, но просто хорошая память у них. Они даже вот сидели на уроке, учительница что-то спросит, а я даже конспект читала. Я ответить не могу. А он отвечает. Я говорю, откуда ты знаешь, ты же даже не читал, ты у меня не брал конспект. И он мне такой говорит, так она в прошлом видео это все рассказывала. Вот так вот. Вообще, мне кажется, что у парней лучше память, чем у нас у девочек. И еще, ребята, если вы учитесь в школе, я вам скажу так. Хорошо учиться в школе и быть просто умным человеком, это две разные вещи. Не путайте. То есть, кто-то считает, вот, кто-то хорошо учится в классе, все, он станет миллионером. Не факт. Не факт совсем. По-разному бывает. Очень вкусно. Прям соусом придает какую-то, знаете, такую изюминку. Так вот, я начала работать. Ой, я закончила универ. И вроде без никаких проблем, знаете, никакого коррупции я не заметила. Один раз у нас пришел учитель из другого универа, и он говорил, что нужно сдать 10 рефератов. Но если вы не хотите, вы можете заплатить мне 10 монат. И у нас есть там девушка, которая будет писать за вас эти рефераты. Ну, понятное дело, что никакой девушки не было. Он бы просто собрал со всей группы по 10 монат и положил в карман. И всем бы написал плюс. Ну, сразу же ректор узнала об этом, прикрыла лавочку педагога и сказал досвидос. Иди преподавать туда, откуда и пришел. В общем, как-то так был разговор очень короткий с ним. А так все остальное. Вот на экзамене у нас было 5 вопросов. Из них на 3 ответишь, ты уже пройдешь. Поэтому было не тяжело. Единственный минус, который я могу отметить в своем универе, это то, что нам не разрешали переиздавать. На мой взгляд, это нечестно. То есть, одна попытка должна быть. Всякое бывает, знаете, может в лифте застрять человек или плохо себя чувствует. Застрял в лифте, как говорится, это твои проблемы. Не надо было застревать в лифте, надо было приходить на экзамен. И все, у тебя срез. Получается, ближайшие полгода, весь семестр, ты должен сидеть на предмете, который прекрасно знаешь, на который экзамен ты не попал, и заново его проходить. На мой взгляд, это не очень честно. Вот. А так, в общем, в остальном, во всем, все было окей. Единственный момент, который я вам рассказывала, это то, что меня нечестно выгнали с экзамена. Если кто-то учится сейчас в Кэрб-университете, это сделала Ната Ванханом. Я не знаю ее имя, фамилия, если бы знала, я прям сюда фотографию бы вставила. Это реально было максимально нечестно, и особенно с предмета, который ты знал просто на пятерку, взяла без одного предупреждения, меня выгнала с экзамена, из-за того, что мальчик, который сидел рядом, у меня списывал. Гениально. Это единственный человек, которого я реально ненавижу, честно. Ненавижу ее. Потому что она убила во мне желание учиться. Был первый курс, я еще особо, знаете, не разбиралась. И просто взяла, выгнала меня с экзаменом. Мне пришлось платить, знаете, сколько? 400 монат. 400 монат за предмет, который я знала в совершенстве просто. Зашла на экзамен с максимальными просто баллами. Не понимаю таких людей, которые просто хотят кому-то насолить, кому-то сделать зло. В универе тоже были, знаете, учителя, которых все любят. А есть учителя, которых все ненавидят. А таван ханум из тех, кого все ненавидят. Опять, вы знаете, когда я начинаю думать о таких вещах, я начинаю себя успокаивать. Вот как всегда я вам говорю, что нужно быть добрее, нужно быть как бы милосердливее, что ли. Ну, блин, это было очень неприятно. Это было... Это, наверное, запомнится мне на всю жизнь. Я буду на пенсии, я буду вспоминать этот случай, этот день. Я просто так плакала, как никогда в жизни. Прямо вот слезы градом, блин, здесь как в фильмах. А дело даже было не... И даже дело, вы знаете, было не в цене, да, просто было обидно, что ты весь семестр учишься хорошо и вот так вот слезаешься. Ну, в общем, закончила я с горем пополам университет в прошлом году. Все родственники мне начали в один голос говорить, вот сейчас ты поймешь, что такое коррупция. Посмотрим, найдешь ли ты работу или нет. И что вы думаете, я нашла за неделю работу после окончания университета. Причем работу по специальностям. Помощник директора. Вкусно. Я особо стараюсь, знаете, вот так вот не лазить по посуде, чтобы не было такого неприятного звука. Вот мне все пишут в комментариях, бери пластмассовую вилку. Но вы знаете, ей очень неудобно. Элементарно, когда, например, что-то жесткое, он просто не заходит. Вообще, я отошла с вопросом. Меня спрашивали про курорты. Я думаю, что стоит приехать, но не зимой. Лучше весной или осенью. Потому что зимой здесь бывает такой ветер, он настолько неприятный. Баку также называют городом ветров. поэтому ветер вам обеспечен. Сок новый. Покажу вам сейчас. Сделаю рекламу. Ничего. Это какие-то маленькие яблочки. По-моему, они называются ранетки. И еще какие-то фрукты. Вот. Такой вот компотик. Это купленный, потому что все компоты, которые у нас есть, так скажем, в погребе, они все одинаковые. И я как-то уже, знаете, мне надоело пить один и тот же компот уже на протяжении, наверное, месяца. Потом я еще увидела комментарии, где девочки пишут, Айка, не закончились твои компоты. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok